всем здорова ну у нас мазда никуда не ушла мазда у нас и начинаем продолжать ее работать что сделается и что сделано для этой машины мы купили срочникова то что есть на складе из такого доступного это наждак адельский 320 400 потом серый скучно брать смотирующей пастой помыли машины погнали красить даже так вообще копеечный реально дешевый там пачка стоит как два кружочка 3 манских условно говорю кто реально недорогой сколько до 50 чтобы все что как обычно пачка упаковка 50 штук ты значит промотал но этот бруском элемента пройден то есть раз два элемента у тебя ушло и батон ну третий наждак у тебя стоит честно то есть я не ожидал я думал тут на один элемент будет умирать круга по четыре опять же это чисто так перебивается шагренька ничего глобально не вытачивается там не надо проточить точится все брусочком ну там чуть по плоскости посмотреть где нужно посмотрим насколько сколько наждаков уйдет на эту машину поэтому сами пожалуйста не выкидывать в кучку ску на в кучку склады посчитаем расход я потом тремовский так понятно сколько был бы расход один кружок почти на борт сколько рвется рвется забивается а забивается наждак ты же не забывай что на дешевых наждаках в насыпки зерене участвует специальный воск какой-то там который не дает прилипать дерьмо да а вот больше того что говнище всякая прилипает на наждак это да вот и вещь опять же прилипали взял скотч брайт тирану его я понимаю но он садится быстро довольно таки само само качество зерна короче задача брусок 320 брусок 320 где нужно посмотреть на там крупный сарин какие-то остатки дотереть на дверях тут есть небольшая на лаке можно убрать игру потом 320 машинка 400 машинка крышу мы не трогаем сервиска же брать матирующей пастой моется проемчики все щели канавки ямки а ты еще и так хочешь да это сольвентом будет краситься поэтому ну убедил хорошо но один фиг сервиска же брать матирующей пастой никто не отменял потому что дверные проемы торцы порогов вот там вот это все только там вот это вот все под резинку замотовать потому что двери короче красится вот все как есть вот этот шкарлупа вся как стоит без крыши красится все в кучке крышу мы вообще не трогаем бампера ручки зеркала это потом отдельным заходом отдельным замесом потому что освежить надо цвет красиво чтобы было делать а бы как в плане бы как красить то что хотелось получится бы как будет разноцветка так решили с клиентом обсудили разница по зазору денег там не сильно глобальная на машина будет смотреться в одной шагрине в одном блеске самое главное в одном цвете продолжаю готова mazda к краске саша уже тут все заканчивается подпшикивание так саша у нас ушло по наждакам вот точнее совсем 16 кружку короче одна полосочка 300 20 ну полосочка это но это пробить плоскости сеткой террели не трену по трену все понятно короче дешевый наждак он оказался таким уж и совсем плохим в этих градациях 320 400 я думал больше гораздо уйдет брали адевский наш дачок сейчас из интересного я покажу вчера приехал иван менеджер компании я купил у них баллонов два таких на пробу один кислотник кислотник где-нибудь на еду попробовать показать а этот саша уже ты давно пшикался от и вчера короче на ночь машина готовилась думали откраситься но в ночь краситься объемами не интересно можно на косячек все тут есть вот что есть тут можно подпшикаться и аккуратненько тоненько я сам хочу попробовать но ложится сами говорят очень похоже на старый старый который еще был хорошим спектралом он действительно растягивается тоненько и но перепульчик есть ему собой собрать надо за эти деньги у него там розницы 6 чем-то евро ну довольно таки хороший баллон лехлер у меня закончился на склад не привезли поэтому пробуем дальше и пацаны мне его рекомендовали ребята у нас есть факел он действительно тоненький и и аккуратненько ну так неплохо знаете пахнет он не лехлером пахнет он не спектралом он у него свой да у него не не типичный и не упал ты пользовался тройку пола вот не то опять же не то пальто ну что в принципе все остальные протиры которые есть это не критичный то есть тут база лак их аккуратненько красим сальвентом все это машина слив по коду у фирмы коломикс подобрали к крыше так чтобы было хорошо то есть ручки может быть не будут краситься на это посмотрим как они еще в каком состоянии слег по ходу поэтому сальвент просто получается чуть дешевле вот тут пропустил ну так вроде еще и неплохо все получилось по машине по подготовке отчеты скольчики которые это которые подмазывали интересно что это такое а мусор наверно затерся на руку не берется выглядит как будто что-то прилипло снаружи здесь шовный герметик положили на ночь вчера его прогрунтовали сейчас чтобы он базу себя отдельно не напитывал и все можно готовиться от красу ну что дострадалась мазда выстрадалась она саня ее довел конечно до красоты да очень на красоты лачок мл 920 в полтора слоя да она вся прополированная то есть убран мусор с ринки подпилены вся ты ее всю мехом прошел и поролоном поролоном каким белым и черным чисто добил добил голянчик как ни странно знать я и я плачь с этой машины фактически можно сказать и не работал да все другое но я зная что двери там были с волнами кривенький я ожидал что они будут вообще прям совсем они вообще и не совсем даже а даже очень и очень и прямо смотрится из не крашеного тут на машине зеркала ручки крыша но ну так смотрится все очень даже неплохо ну понятно дверные проемы что зашоркано то зашоркано туда вы еще туда лезть при запланированных подраж покрасить пять элементов ну надо еще дотереть перепыльчики тут чисто так пооткрывать еще раз на пробежаться но что-то мелочек скидь а так машина полностью готова на бамперах обновлена структурная часть потому что она была такая завода уже зашоркано ее не неоднократно красили и не смотрелось в общем мне нравится грень такая хорошая получилось ровно для для полного облива в бюджетном варианте человеку вот это вот все обошлось на 300 долларов дороже чем 1 2 3 4 и подполировать то что было я думаю это рациональное выложение денег асан дай толщиномер пожалуйста ради интереса забыл мне второй толщиномер который ребята присылали мне подарили только буквально недавно мне миша сказал что это говорит чувак это гитаре д е тоже толщиномер который мерить до 5000 микрон то есть по фирме они одни и те же но этот до 2000 мере это до 5000 микрон и у него что-то скорость отклика больше на ваших перепроверим так что у нас имеется 665 бред какой-то может я не в тех единицах юнит а вот не про час не на том 197 177 крыша у нас нетронутая 67 япония 126 норма 126 отлично 130 это действительно мы стримеры чем тут 324 крыло да тут три окраса не все полностью снималась но и тут же наш еще ремонт капот 206 ну капот не снимался до металла он просто вычухался где нужно 260 350 360 210 230 скажем так тут на тут на крыле ремонт хороший поэтому тут с него ничего не возьмешь 360 322 200 когда уже по машине идет второй третий местами 4 от красы то в общем мы не за 350 не выше в принципе ну там кроме кроме крыла потому что крыло замененное леплены подлеплены так все в районе адекватного увеличения то есть мы толщину вели ну в общем в круг она в районе 250 возьмем так ну получилось нормально то есть мы добавили не сильно много потому что ты не кислостер бруском все-таки ты и шарашил 320 320 до 400 600 поэтому ты 50 микрон спилил который потом положил в принципе вот и получается что долго она у нас стояла потому что она у нас просто три недели ждала каких-либо решений а потом знаете когда машина не торопится потому что люди в отпуске она чуть-чуть сделали стоит но она может даже и хорошо что так и было она вся выстоялась все что было загрунтовано на солнце выжарилась потом она открашенная постояла не спеша до неделю примерно после откраса стояла все что было ссор какой-то она села просела запилилась заполировалась и реально машина выглядит ну реально круто после того что с ней было этот я идет короче самое главное мне нравится короче на этом все сейчас мы ее в принципе ее мыть уже и не нужно 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 просто салфетки повыдувать с воздуха она помыта чисто ты ты что-то подполировал потом еще чуть-чуть тогда что мы делаем распечатываем руль он нам уже не нужен месяц в пленке как бы хватит больше снимаю сидала сидала чисто обдуваем с порогов а пылы какие-то еще рассмотрим липкой липкой фиброй проходим протираем и пока пока ласточка все на этом все всем спасибо всем пока